Здравствуйте! В эфире программа «Квадратные метры» в студии Мариана Геворкян и сегодня в выпуске. За что осудили бывшего главного архитектора ТНД? Почему ученикам 22-й школы Благовещенска временно предстоит заниматься в других учебных заведениях? Сколько семей празднует новоселье в Свободном? И как скоро преобразится Благовещенская набережная? Для Амурского газоперерабатывающего завода построили подстанцию. Расположена она в 11 километрах от Свободного. Станция обеспечит электричеством поселок-строители и часть вспомогательных строений ГПЗ. Амурские электрические сети начали возводить объект в ноябре прошлого года, а с конца декабря началась поставка оборудования. Сейчас строители завершают благоустройство территорий и отсыпают подъездную дорогу. Всего энергетики заключили 14 договоров на технологическое присоединение стройплощадок и объектов ГПЗ. Амурский газоперерабатывающий завод должен стать крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Сегодня строители возводят вахтовый городок для рабочих, площадку под первую технологическую линию и причал. Коровник на 500 голов и доильно-молочный блок построят в Тамбовском районе. Это позволит увеличить объемы производства молока на 3000 тонн в год. Появится 24 новых рабочих места. Строительство коровника планируется закончить до ноября этого года. В район завезут около 700 коров. Молочного направления треть буренок уже осваивается на новом месте. Кроме того, в списке инвест-проектов реконструкция свиноводческого комплекса на 25 тысяч голов в Константиновском районе, а также комплексов для хранения овощей и зерна в Благовещенском, Ивановском и Бурейском районах. 39 семей свободного отмечают новоселье. Квартиры они получили в двух домах по улицам Комарова и Локомобильная. Власти расселили почти 1500 квадратных метров аварийного жилья. Документы на квартиры будут выданы владельцам после регистрации в течение месяца. В 2013 году в Свободном на учет поставлено 320 тысяч аварийных квадратных метров. С этого времени до ноября прошлого года было расселено 90 тысяч жилищных квадратов. Позже поддержку оказал президент Владимир Путин. Городу выделили дополнительные деньги. На них обновили 66 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня в Амурской области полным ходом идет строительство новых многоквартирных домов. По данным Министерства ЖКХ области, программа расселения из аварийного фонда полностью выполнена в 13 городах и районах Преамурья. Еще в пяти многоэтажках области капитально отремонтировали крыши. Работы провели в домах Благовещенска, Белогорска, Зее, а также села Кундур. Сегодня в области продолжают проводить капремонты жилых домов. Кровлю заменят еще в шести домах Свободного. Также капитальный ремонт крыш начался в Зее и селе Екатеринославка. До Нового года в Преамурье необходимо отремонтировать 203 многоквартирных дома. Бывшего главного архитектора Тенде осудили на три года. Он признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Зимой 2012 года начальник отдела архитектуры города дал обещание директору одной из организаций выполнить проект реконструкции объекта капстроительства и оказать содействие в получении документов. За свою работу он попросил вознаграждения в 200 тысяч рублей. Однако чиновник не предупредил бизнесмена, что не может изготавливать архитектурные проекты. Получив вознаграждение, архитектор изготовил подложные документы, проставил на них номера других законных объектов. Суд признал его виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом 8 тысяч рублей. Ученики 22-й школы Благовещенска будут заниматься в других учебных заведениях города. Временный переезд связан со строительством нового корпуса образовательного учреждения. Работы планируется начать уже в ноябре. Учебное заведение стало участником федеральной программы, в рамках которой и пройдет модернизация. На новый корпус с двумя спортзалами, медицинским блоком и специализированными кабинетами планируется выделить 372 миллиона рублей. Осталось выбрать подрядную организацию. По технике безопасности пока будут устанавливать сваи под фундамент здания, учеников переведут в другие школы. Несколько недель они будут заниматься в 1-й, 4-й, 6-й гимназиях и 26-й школе. Старшеклассники меньше всего волнуются. Они в городской доступности автобусной передвигаться будут без проблем. А с малышами будет организован подвоз. Но в первую очередь подвоз будет организован детей из Верблаговеченска. Потому что у нас есть этот открыт школьный маршрут, и мы подвозим оттуда ребятишек. И на данный момент дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, или родители, семья, поэтому мы постараемся оказать им тоже помощь по подвозу. Поэтому вот таким образом. Но мера вынужденная, и она продлится от трех до пяти недель. Новая пристройка рассчитана больше, чем на 500 воспитанников. Сейчас в 22-й школе занимается около 900. Аукцион, на котором определят подрядчика, состоится 9 октября. Уже через 10 дней на новом объекте начнутся строительные работы. Завершить их планируют в декабре 2018 года. На Благовещенской набережной готовят к открытию новый участок. На территории от улицы Пионерская до Святителя Иннокентия появятся не только новые зеленые зоны, но и детская игровая площадка, аналогов которой нет в Преамурье. Строители уже завершают монтаж последних элементов сказочного городка. Каким увидят его юные благовещенцы, расскажет Юрий Камышный. Чтобы все было как в сказке, через несколько дней на этом месте вырастет зеленый газон. Парниковая технология, с помощью которой землю с семенами укутывают специальным материалом, позволяет получить сходы даже в заморозке. Потом трава будет расти здесь и после зимних морозов. Не страшны амурские холода и фигурам, которые установят в игровой зоне. Слоны, качели, железная дорога с подсветкой, деревья. Сказка на набережной будет радовать глаз и зимой. Для самых маленьких золушка и тыквы – самый настоящий замок принца. Конструкции выполнены согласно всем стипам и гостам. И позволяют детям любого возраста играть на них. И предусмотрено то, что дети могут что-то сделать, как вы говорите, более чем взрослые. Поэтому не переживайте, все подготовлено, все сделано по необходимым правилам стипам и гостам. Новый участок набережной раскинется почти на полкилометра. За несколько месяцев рабочие подготовили основу для площадки практически с нуля. Иногда работали даже в дождь, чтобы не выбиться из графика. Тут было два тротуара сделано, которые сейчас почистить надо будет. А остального тут ничего не было. Ну, фундаменты под опоры, вот тут под эти. А остальное мы все сделали здесь сами. Планировочку сделали, детскую площадку, газоны, тротуары, благородили памятник. Один из символов Благовещенска – памятник Муравьеву Амурскому после реконструкции площади. Незначительно, но изменит свой вид. В частности, основа, где стоит постамент, станет круглой, а вокруг нее разобьют цветник. Еще появятся пешеходные дорожки, которые будут освещать фонари, выполненные на Каслинском заводе. Лавочки, урны. На новом участке будет все, чтобы отдыхать здесь можно было всей семьей. У нас участок от Пионерской до Свети Длиннокентия, 460 метров в длину у нас получается. Детская игровая площадка 106 метров в длину. На сегодняшний день у нас уже летний водопровод готов 100%, благоустройство у нас готово на 98%. Обновленный участок Найбережной готов почти на 100%. Прогуляться по сказочной зоне с видом на соседний Китай жители и гости областного центра смогут уже этой осенью. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. В Благовещенске засветилось историческое здание бывшего электроаппаратного завода. Раньше там располагалась городская управа. Стены, возведенные больше века назад, украсила вечерняя подсветка. Реставрация здания почти закончилась. Работы дочились в мае этого года. Зданию городской управы еще до революционного Благовещенска решили вернуть первоначальный вид. Кирпичные стены очистили, разрушенную кладку восстановили. Частично провели штукатурные работы. Сейчас решается вопрос с насаждениями. Деревья по улице Ленина трухлявые. Закрывают обновленный фасад. Возможно, некоторые из них уберут. Уникальные финские домики в Свободном могут обрушиться. Строения, которые должны были стать памятником архитектуры, начали разбирать местные жители. Это опасно для жизни, пишет газета «Зейские огни». Дома номер 14 и 16 по улице Малоамурской расселили в прошлом году. Тогда же в Свободном шли разговоры о том, что эти здания, построенные в необычном для нашего региона архитектурном стиле, нужно сохранить. В одном из домов жил знаменитый советский актер Валерий Приемыхов. Однако ветхие строения начали разбирать. Местные жители заметили, что трое подростков повадились уносить кирпичи. Строиматериал ребята складывали в кузов грузовика. Журналисты обратили на это внимание полиции. На храме Ксении Петербургской установили каркас большого купола. Находится новая церковь в микрорайоне Благовещенска рядом с парком Дружбы. Процесс монтажа оказался трудоемким. Конструкцию удалось установить на крышу храма двумя кранами. Каркас весит около 6 тонн, поэтому его водрузили на храм без облицовки. С ней общий вес конструкции составил бы 13 тонн. Идет работа по облицовке куполов. Малый купол идет облицовка уже к завершению. Потом будут переключаться на большой купол. Большой купол придется облицовывать наверху. Это немножко сложнее, но вынудили обстоятельства. Потому что не нашлось у нас таких технических средств подъемных каранов, которые могли бы уже облицованный купол поставить наверх. По плану, все работы с куполами закончат в октябре. Также священнослужители планируют осветить колокола. Самый большой из них имеет рекордный для Преамурья вес – свыше одной тонны. Кроме того, подрядчик начал устанавливать пластиковые окна. Завершить возведение храма надеются в ноябре 2018 года. Между тем, еще один православный храм начали строить в Свободном. На этом у меня все. Еще больше новостей на сайте amurlenta.ru, а также на сайте amurobl.tv. Пересматривать понравившиеся сюжеты и выпуски можно в социальных сетях на страничке Амурского областного телевидения, в Фейсбуке и Одноклассниках. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова